Вести КамАЗа От любителя до уровня КамАЗ-мастера в Автограде прошли всероссийские соревнования по картингу на кубок именитой челнинской команды. Сказали «да», «трем», «не». Мастера и бригадиры завода двигателей обсудили проблемы качества и предложили свои варианты решения. Тренинг под названием «три-не» в таком составе проводился впервые. По задумке организаторов он будет состоять из нескольких ступеней. А значит, каждую проблему обсудят на всех уровнях – от мастеров до генеральной дирекции. Программа с необычным названием была разработана совместно с Департаментом качества. Ее задача не только освежить и закрепить уже имеющееся знания, но и научить находить ту тропу, которая выведет на верный путь в решении производственных проблем. А сами пути решений станут основой дальнейших семинаров. Основная идея как раз и заключается в том, что наработают мастера, озвучат проблемы, предложения, ляжет основой для семинара тренинга уже для начальников цехов. По нашей основной задумке, содержание, которое будет наработано начальниками цехов, ляжет в основу семинар тренингов для руководителей уже высшего звена управления завода. В первой встрече приняли участие 26 камазовцев. Среди них мастера и бригада основного производства, которые являются по отношению друг к другу поставщиками и потребителями. Таким образом, каждая группа семинара сформирована на основе реальной коммуникации на заводе. И, по словам участников, такой формат обучения точно пойдет на пользу. Немного развиваемся, может быть, что-то не знали, что-то дополняем в свои знания. Практическая часть позволила, получается, посмотреть, как коллеги смотрят на те же проблемы, что и я, как мы их решаем совместно. Программа состоит из трех блоков. В первом участники рассматривают конкретные дефекты, которые есть в производстве, и какие последствия могут быть от них с точки зрения компании, ее имиджей или затрат. Вторая ступень встречи – прогон теории. А уже в третьем блоке заводчане пытаются решить задачи. Так, в процессе тренинга специалисты находят то, что смогут в дальнейшем применить на производстве. Задача не просто чему-то известному уже что-то актуализировать, какие-то знания, в практику что-то ввести, но и получить ответы от работающего персонала, в чем заключаются проблемы, как персонал видит решение этих проблем. Первая встреча прошла успешно, обговорили и приняли шаги для решения определенных проблем, а также подготовили необходимую базу для второго семинара, в котором примут участие уже начальники цехов. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Снижение числа случаев правонарушений в области трудовой, исполнительской и внутриобъектовой дисциплины отмечено на КамАЗе по итогам 2018 года. Об этом заявил на встрече с дизелистами заместитель генерального директора автогиганта по безопасности Ильдар Шамилов. С заводчанами также встретились представители правоохранительных и контролирующих органов города Набережные Челны. В своем выступлении Ильдар Шамилов привел конкретные цифры. В прошлом году зафиксировано на 268 правонарушений меньше, чем в 2017. Также отметил руководитель, есть позитивные итоги по вопросу сохранности материальной собственности. А для профилактики Шамилов призвал внимательно относиться к своим коллегам и удерживать их от необдуманных поступков. Он привел примеры задержаний заводчан, которые пытались вынести цветной металл из шестеренки. И при этом, строго указал руководитель, у этих людей явно были сообщники. Также он напомнил о горячей линии комплаенс. К чести завода двигателей, как выразился Ильдар Шамилов, у дизелистов серьезных нарушений выявлено не было. В целом снижение нарушения трудовой дисциплины наблюдается на всех объектах, на всех заводах. Но, опять, это ваш адрес. Самый серьезный положительный сдвиг – это на заводе двигателей. Снижение со 147 до 108 нарушений. И сегодня у вас это самые низкие показательности среди всех производственных коллективов. За что вам спасибо. В своем обращении к заводчанам Ильдар Шамилов уделил особое внимание сигналам от работников, поступающих по линии информационной безопасности. В частности, на жалобы о вредоносных рассылках, так называемых фишинговых письмах. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователя. Не реагируйте. Сделайте лучше звонок в свой Сбербанк или придите к менеджеру. Не постесняйтесь. Но главный признак следующий. Я не буду говорить о признаке в адресах. В адресах есть. То есть раскрываешься, там сразу понятно, что это не Сбербанк. Первое. Он обращается. Уважаемый клиент. Точка. Сбербанк, если присылает, он пишет. Уважаемый Сергей Иванович. Или Сергей Владимирович. Ильдар Аскатович. Если обращается. То есть безымянного обращения не бывает. Обезличено. И подпись просто. Сбербанк. Сбербанк всегда подписывает менеджер. И обычный эксклюнирующий менеджер. Мефтахова, Хайрулина, Иванова, Петрова. Всегда есть подпись. И всегда еще следующее. И завершается. Опять это вот фишинг. Вы же в ложных письмах. Обычно пишется. Для того, чтобы получить более полную информацию, перейдите по ссылке. Никогда Сбербанк по ссылке не отправляйте. Берется ссылка в интернете. Никогда на него не нажимайте. Чтобы сберечь свои пожилки, здоровье, деньги и прочее. Тагир Закиров, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. КАМАЗ и лично генеральный директор автогиганта Сергей Кагогин приняли участие в проекте образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. До днях главный рулевой КАМАЗа выступил перед юными участниками программы с лекцией цифровизации автомобиля, как технологии меняют автомобильный мир. А в марте в рамках проекта «Уроки настоящего» КАМАЗ откроет в «Сириусе» свой образовательный модуль. Проведет для ребят мастер-класс и поставит конкретную производственную задачу. Она касается цифровизации, весьма актуального сейчас направления для компании. На какие вопросы будут искать ответы современные школьники? Расскажем прямо сейчас. КАМАЗ сразу откликнулся на приглашение принять участие в насыщенной образовательной программе «Сириуса». Это отличный шанс провести интересную совместную проектную и исследовательскую работу с умниками и умницами страны. В основу КАМАЗовского задания для юных умов легла проблема, которая существует в рамках процесса сборки коробок передач для грузовых автомобилей. На этапе подсбора промежуточного вала устанавливаются шестерни, но некоторые из них настолько похожи, что оператор может допустить ошибку. Как же ее избежать, должны придумать школьники. Для образовательного центра «Сириус» мы впервые подготовили подобную задачу. Это очень интересный проект. Для КАМАЗа сейчас очень актуальна идея цифровизации производства. И мы хотели бы, чтобы дети уже сейчас, обучаясь в школе, готовились к этим процессам. И когда они впоследствии придут к нам на работу, чтобы они уже были к этому готовы. И у них уже было что-то в портфолио, какие-то свои готовые решения. Школьникам предстоит на любом языке программирования реализовать алгоритм распознавания шестерни на участке под сборки вала. Система технического зрения при попадании деталей в кадр должна определить, подходит шестерня для сборки или нет. Ведь ошибка на производстве обходится серьезными потерями. Выявлена она будет не сразу. К моменту обнаружения дефекта коробка передач может пройти уже половину сборочного пути. Работа будет проделана зря. Эта задача сложная. Но и школьники сегодня намного больше знают, чем мы в свое время. Они очень живо интересуются информационными технологиями. Многие умеют программировать. Лучшее решение будет реализовано. В дальнейшем это позволит уже отработанную систему технического зрения установить и на роботы, которыми будет оснащаться тот или иной участок производства. Дополнительно школьникам предложат описать технические характеристики и примерную стоимость необходимого оборудования для внедрения проекта. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Татьяна Бабаназарова. Женщина, про которую говорят с остальным стержнем внутри. Мастер инструментального цеха номер три Риза. В ее подчинении одни мужчины. Но она легко находит с ними общий язык. Кстати, наша героиня отличается от других не только на работе, но и в творчестве. Так Татьяна Станиславовна приняла участие в конкурсе «Женщина года, мужчина года. Женский взгляд». В зональном турнире ей присудили победу в номинации «Моя судьба, моя профессия». Справедливо ли решение жюри? В этом разбиралась наша съемочная группа. Я обожаю гайковерты. Они как дети для меня. У каждого свои рекорды. У каждого своя судьба. Татьяна Бобоназарова не только стихи сочиняет, но и с гайковертами умело управляется. Она – мастер инструментального цеха номер три Риза. На КАМАЗе работает почти 20 лет. Своей профессии предана. Уверена, это ее призвание. Поэтому каждый раз работает над улучшением качества и экономии времени. Я сделала перечень по каждому дефекту, какие возможны причины. Здесь перечислены. И по этим причинам представлены чертежи. Какой чертеж нужно использовать. И по этим же причинам представлены фотографии, чтобы можно было посмотреть. Сейчас на определение причины дефекта уходит всего полчаса. В то время, как раньше, на это требовалось до четырех дней. Именно Татьяна настояла на том, что сотрудники должны передвигаться по заводу на велосипедах. Это также экономия времени. Участок под руку Астантина Стаславовна. Один из первых сехов сдала участок как эталонный. В 2018 году Татьяна Стаславовна признала как лучшим менеджером по качеству. У Татьяны Бубоназаровой более 30 наград. В том числе и за победу в зональном этапе конкурса «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд» в номинации «Моя судьба», «Моя профессия». Все ее коллеги уверены, заводчанка непременно победит и на республиканском этапе. Сама же Татьяна признается, с таким коллективом готова работать еще на протяжении многих лет и вместе выигрывать очередные конкурсы. А их впереди будет много. Кристина Маматова, Эльмира Гуйнудинова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Дотянуться до КамАЗ-мастера. Автоград принялся российские соревнования по картингу на кубок именитой челнинской команды. Гонки проходили два дня и по традиции сразу в нескольких категориях. От Микро до Ротокс Макса сражались на челнинских трассах более сотни участников. Это не только иногородние спортсмены, но и гонщики «Синей Армады». Это был настоящий спортивный праздник для всех любителей автогонок. В соревнованиях по традиции приняли участие разные классы машин. Микро и мини стартовали первыми. Следом на снежных трассах проверяли свои силы представители классов Хонда и Ротокс Макс. Для многих именно зимние старты являются не только любимыми, но и самыми сложными. Зимой там иногда машину разворачивают, иногда даже руки устают и ноги мерзнут очень. А летом, ну машину разворачивают, это естественно, но опасно, потому что можешь перевернуться. С каждым годом участников состязаний становится все больше. К тому же гонки позволяют десяткам мальчишек не только заниматься любимым делом, но и учиться навыкам механики с самого детства. Я вот в эти минуты, вспоминая себя, когда меня папа в возрасте 7 лет привел на этот картодром, видел наших мальчишек-пилотов, Эдика Николаева, Диму Сотникову, когда они вот такими еще были здесь, росли на этом картодроме, и сегодня они успешные спортсмены. По итогам двух соревновательных дней команда «КамАЗ Мастер Юниор» заняла 7 призовых мест, полностью взяв подиум в классе «Микро» и разделив его в остальных классах с участниками из Йошкаралы, Перми, Ижевска и Нижнекамска. Не успел утихнуть рев моторов на трассе, а юные спортсмены вместе с командой «КамАЗ Мастер» уже отправились в столицу республики, где состоялась их встреча с Владимиром Путиным. Гонщики рассказали президенту страны о прошедшем Дакаре, а также о другом ралли «Шелковый путь». Кроме этого, челнинцы отметили, что в текущем году планируется много работы в масштабном проекте, посвященном 50-летию «КамАЗа». Тагир Закиров, Любовь Захарова, Радик Ганеев, «Вести КамАЗа». Ну какое городское мероприятие без «КамАЗа»? Что бы ни проводили в набережных Челнах, будь только субботник, первомайский митинг или масштабные спортивные состязания, «КамАЗовцы» всегда на переднем фланге. Вот и к главному событию этой зимы работники всех подразделений «Автогиганта» подошли серьезно. Вышли на лыжню Татарстана в отличной форме и с хорошим настроением. Перед стартом массовых забегов традиционно подвели итоги городской спартакиады за прошлый год. И, как обычно, на пьестале представители «Автогиганта» – почетное третье место у работников НТЦ «КамАЗа». Регулярно участвовали в городских соревнованиях. Если бы участвовали во всех, я думаю, могли бы и занять первое место, но не всегда позволяет именно режим трудового дня, потому что соревнования в основном проводятся в рабочее время, сложно освобождать людей. Но как смогли, так смогли. Третье место, в принципе, тоже неплохо, я думаю. Третьи в городе и первые в КамАЗовской спартакиаде. В НТЦ спорт любят и занятия им всячески поощряют. Впрочем, как и на прессово-рамном и литейном заводах, в электротранспорте, да и во всех остальных подразделениях «Автогиганта». Уже, наверное, лет 10, как мы ходим всем предприятиям, всем коллективам на лыжню. Это праздник души, праздник настроения, сближает коллектив, погода отличная, вообще очень замечательно. Всем нравится, нашему коллективу нравится участвовать в лыжне Татарстана. Не отстают от молодежи и пенсионеры предприятия. Каждый год выходят на лыжню вместе с бывшими коллегами. Я на пенсии 7-8 год, но мы каждый раз в Лыжне России уже обязательно встречаемся. Это в предприятии всегда был любимый вид спорта лыжи. Вообще предприятие такое спортивное. Всего же в лыжне Татарстана приняли участие около 22 тысяч человек, в том числе и представители большинства подразделений «Автогиганта». Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Ждать из армии умеют не только верные невесты, но и камазовцы. Как встречают защитников Отечества, расскажем сразу после праздника 25 февраля в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости «Автогиганты» и «Горда» там обновляются ежедневно и без выходных. На этом нам Ксения Чернильцева и Павла Михнула остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания.